Обходим по опуске леса, заходим за дорогу, за грунтовую, за овраг, здесь тоже будет овраг, выдвигаемся за оврагом. Бойцы Самарского ОМОНа слушают инструкцию, прежде чем отправиться на задание. Любоваться красотой осенних пейзажей или здешней фауны нет времени. Задача серьезная. По легенде необходимо выяснить, где засели вооруженные бандиты. Чтобы незаметно подобраться к укреплениям, занятым условными боевиками, ОМОНовцы, прячась за холмами, делают крюк. Сегодня работают три группы. Две штурмуют позиции противника, третья группа блокирования должна остановить боевиков, которые попытаются уйти. Как выясняется, условные боевики в каждой из этих построек. Задачу бойцам ОМОНа усложняют спрятанные взрывные устройства и мины растяжки. Сначала нужно справиться с ними. Затем, прикрывшись дымовой завесой, ОМОН начинает штурм. Условный противник уничтожен. И сотрудник в Росгвардии никто не пострадал. Такие полевые выходы у бойцов Самарского ОМОНа два раза в год. Весной и осенью. Тренировки постоянные. Закрепляется знание личным составом. И с условиями, приближенным к боевым, отрабатываются определенные тактические действия, стрельбы с автоматического оружия, стабильного. И находимся здесь круглосуточно. Живем в палатках, то есть в полевых условиях. Следующий этап – метание гранат. Боеприпасы не учебные, настоящие. Поэтому техника безопасности на первом месте. Ручная граната наступательная. С ней бойцы идут в атаку. Радиус поражения – 25 метров. Сегодня ее бросают из укрытия, из соображения безопасности. Но в реальных боевых условиях все происходит на ходу. Когда тренировки закончились, бойцов встречает полевая кухня. Учения сотрудников Самарского ОМОНа продлятся до конца недели. Алина Чемерис, Василий Кладашов. События.